привет всем подписчикам моего канала ну или просто людям случайно наткнувшимся на этот ролик хотел бы сегодня рассказать ну для начала того скажу купил себе новый автомобиль вот старый продал потому что старым места мало было ну и потому что это был тазик за два года он уже начинал гнить потихоньку вот купил себе sandero вот и пока ждал автомобиль завода заказал себе новую магнитолу принципиальный выбор был обязательно наличие андроида в ней и судя по конфигурации панели обязательно форм-фактор 1 диновый вот потом чисто случайно конечно наткнулся на китайском каком-то сайте что продают панели переделывают под 2 дину и вот эти вот выключатели переносят вниз вот вот передняя лицевая часть тоже переставляется под 2 диновый есть пластмасска подпиливается вот в общем там целиком крепежный комплект что-то он стоил там порядка 50 евро но был уже поздно я уже покупку оплатил вот приехала достаточно быстро недель за две на две с половиной устанавливается тоже без там каких-то трудностей как обычная магнитола просто там сзади у нее имеется огромное количество всяких разъемов и выходов там коннекторов подключение камере заднего вида подключения там к различным датчиком там тормоза заднего хода вот пока ничего не подключал пока вот просто нами работает как магнитола вот usb выхода почему-то на стандартном не сделали видимо не смогли сделали мини usb вот в комплекте шел вот такой кабель с переходником на обычный usb у меня вот такая вот флешечка кидая будет сюда вот вниз обычно вот ну давайте я наверно включу питание вот там специальный контактик замкнутый на на зажигание вот и когда поворачиваешь ключ она автоматом включается вот это я так понял что китайцы просто переделали стандартную 1 1 магнитолу с ну вот таким вот touch меню вот и засунули туда android переключается он вот этой вот кнопкой почему-то называется gps китайцы вообще много чего выдумывают много чего переделывают вот ну немножко об основном меню а вот можно android как из-за большого видео переключить так и по кнопке вот радио антенну так и не подключал там очень специфичный разъем под рено вот нужно там через переходник в обычный джек переключать такой антенный подключается к bluetooth но я так понял что под bluetooth нужен отдельный usb приемник диск это скорее всего из дишка под gps там два под передней панелью два разъема вернее два слота под изди карту под micro sd вот один для android и 2 для вот встроенной вот этой вот системы вот что доступно там меню установок с различными параметрами подключения ipod тоже вот через вот этот вот вход цифровое телевидение настроил нашел порядка 8 каналов но только ездил по москве ни разу хорошее изображение вообще не давала прослушивание через аукс так называемый это видео аудио вход есть из бишка сейчас музыка с юсб играет с флешки и sd карточки еще это понял что дополнительно вот с установками вообще минимум никаких таких сложных установок не нашел язык подсветка сигнал там gps камера датчик ручника тоже не подключал поэтому смысла нет настройка подсветки экрана эквалайзер самое интересно что можно настроить если у вас 4 динамика подключена 2 впереди 2 сзади можно настроить уровень сигнала вот если вот у меня сейчас вперед настроен потому что сзади ездит жена и дети вот жалую всем что громко слушаю музыку поэтому сзади немножко убирала переместил центр вперед и впереди играет громче чем сзади вот настройка даты часов информация прошивки ну и так далее теперь ну здесь 404 по моему android стоит я в принципе закачал стандартный набор яндекс навигатор яндекс карты на всякий случай youtube потому что интернет у меня подключает получает через мой телефон по вайфаю там за корпусом чина проводки подключена вайфай адаптер маленький вот и через телефон он подключается к интернету вот ну так вот если яндекс карту например щелкнуть вот вот он немножко сейчас подтупливает потому что карты видать не обновились еще сейчас я попробую подключить зарядку сам телефон перед выходом из дома выяснил что телефон у меня сел поэтому сейчас включу на нем интернет он сидит окончательно вот такая вот ноги у меня полагаю что надо бы зарядку так сейчас раздадим интернет да ну вот к сожалению бывает яндекс карты такие вещи что если нет интернет они начинают зависать хотя карта у меня вкачаны то есть целиком вся москва закачана у меня на флешку могут почему-то не всегда отображать да и gps у нас сейчас не найдет потому что гараж у меня железный все экранирует вот и что он тут показывает даже какой район непонятно вот и вас интернет и вез более-менее такая информация ладно неважно в общем работать но самое что интересно у него не хватает процессор и когда в андроиде начинаешь что-то щелкать при этом когда играет музыка музыка начинает не просто залипать она просто убавляется на ней громкость то есть получается так и просто пропадание звука то есть вот допустим если мы сейчас какой-нибудь там м x player включим и вот погромче будет сразу понятно вот то есть она не залипает она просто пропадает а потом продолжает дальше играть вот то ли это специально так сделано то ли это как глюк такой даже не знаю чем показать версию прошивки 404 по моему стоит причем здесь про прошивка планшетник до 404 и часы почему-то все время соскакивают непонятно то есть надо заходить в настройки включать обязательно синхронизация времени сети вот она начинает адекватно показывать время почему так ну не знаю вот еще раз напомню что купил я данную магнитолу в каком-то китайском магазине адрес будет вот здесь вот внизу по ссылочке можете перейти тоже посмотреть может быть вам там что-нибудь понравится там в магазине куча всяких планшетников мобильников различные всякие китайские электроники причем цены думаю вас где это не реклама магазина просто вот лазил по интернету по ebay у цены на ebay не понравились начал искать дешевле вот по поиску наткнулся на этот магазин вот в принципе магнитол меня устраивает а вот забыл еще стоит она вместе с доставкой по моему обошлась 15 15 деревянных не дешево конечно но меня устраивает вот не буду говорить дежурных фраз там подписывайтесь на канал смотрите новые видео буду делать по мере наличия свободного времени вот какие-нибудь еще обзоры может быть расскажу вам про музыку в моей машине как там устанавливать что стоит будет время обязательно сделаю вот чем спасибо всем пока